у нас был пример с иваном мой студент который из 10 тысяч долларов сделал миллион и потом этот миллион просто ради интереса кто не смотрел это видео как вы думаете за сколько миллион был просто по-другому это не назовешь как вы думаете за сколько миллион был просто вы долго будете отвечать поэтому вам скажу миллион был просто за четыре часа за четыре часа человек просрал депозит в 1 миллион почему заработал очень быстро он был не готов абсолютно к этому он думал что сейчас из миллиона он сделает 10 но это реальный человек который из 10 тысяч долларов сделал 1 миллион это очень круто такие трейдеры есть и скорее всего вы можете могли бы стать таким трейдером но вы должны понимать одну вещь я лучше буду больше будем говорить так адекватно относиться к трейдеру который там из 100 тысяч долларов сделал там 130 тысяч чем трейдер который там без десяти тысяч делал миллион потому что ни один из трейдеров потом не может упустить если вы думаете что человек сделал это случайно нет он делал это абсолютно адекватно только деньги были очень быстрые и шальные в трейдинг все приходят только по по двум причинам причина первая это сто процентов свобода так я считаю себя абсолютно свободным человеком мне абсолютно насрать мне у меня нет работодателя мне абсолютно безразлично я хотел сегодня торговать я сел торговать например мне на прошлой неделе с сыном надо было поехать к зубному врачу я спокойно встал отменил все активитис и поехал за своим сыном а представьте себе вы наемный сотрудник вашему боссу будем говорить так в большинстве случаев вы прекрасно знаете насрать на на вас на вашего ребенка вторая мечта это люди хотят заработать деньги трейдинг действительно действительно фантастическая возможность зарабатывать деньги но только для тех кто этого действительно хочет хотеть хотеть это очень мало и вы знаете есть феноменальная фраза которую я очень люблю трейдинг для всех но не все для трейдинга первое вы должны понимать эту вещь чтобы стать трейдером помимо графиков помимо графиков это очень мало для того чтобы действительно стать хорошим трейдером вы знаете у меня я вам скажу сегодня буду говорить так тезисно тушевно и с хорошими феноменальными фразами чтобы вы запомнили раз и навсегда у меня был один трейдер молодой человек 18 лет очень толковый но он учился 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 потом один день с ним какая-то глупость случилась которая случается с вами с практически с каждым из вас и он мне написал и сказал одну феноменальную фразу он сказал александр михайлович еще ни один трейдер не потерял деньги от непонимания или незнания технического анализа вот это в чистом виде чистая правда ни один трейдер не потерял деньги вот непонимание или вот незнание технического анализа вы теряете деньги потому что нарушаете правила у меня вот сейчас на блок программе учится один студент который за 7 месяцев за 7 месяцев на годичной программе со мной вышел на уровень на уровень у него уже рекордный день пять тысяч долларов за день пять тысяч долларов человек пришел ко мне абсолютно с нуля феврале месяц да то есть прошло там 7 месяцев это уже восьмой пошел у этого человека уже был рекорд четыре с полной тысячи и тут приходит черный лебедь как говорил талеб я не люблю это вообще слово красивое такое слово модное будем говорить так нежное пришел черный лебедь этого трейдера разорвало в куски его потерял по-моему за день 1014 но проблема в другом была проблема была не в том что он потерял проблема была в том что он зная какие четкие правила нельзя нарушать он нарушил каждый язык правил и вот здесь вот молодой человек один очень правильно написал один парень вот здесь до этого написал трейдер очень правильную фразу он написал одну вещь каждый день наступает награда я вам скажу очень сейчас попробую правильно сформулировать я вам сейчас скажу от души вот вот так будет правильно если вы не сможете себя побороть ваши шансы выживания в рынке равны нулю в прямом смысле слова запомните вы приходите в рынок это уже отрицательно математическое ожидание почему у вас не может быть 60 70 процентов положительных сделок раз у вас не может быть 100 процентов убыточных дней вернее прибыльных дней а вы приходите в индустрию где большее количество людей теряет деньги то есть по сути дела здесь все против вас но с другой стороны есть же такие как герчик я вам просто привожу примеры что не надо делать значит компания герчик холл уже несколько лет назад был сделан риск-менеджер специально создан для трейдеров я человек который выходец из этой трейдинговой индустрии который торговал всю жизнь с риск-менеджментом всю жизнь я с первого дня приучены торговать по риск-менеджменту мы сделали риск-менеджер все пришли не писать какое количество писем мы получали поставьте риск-менеджер поставьте риск-менеджер поставьте риск-менеджер поставили риск-менеджер сейчас в среднем в среднем каждый трейдер который приходит в компанию герчик-ин-ко ставит риск-менеджер 95 процентов трейдеров когда я пришел в фирму у нас был обязательный риск-менеджер то есть хозяин никогда в жизни никого бы не взял тот кто там будем говорить так пытается обойти риск-менеджер у нас невозможно было нарушить. У нас первое, что хозяин сказал, я его поэтому называю хозяин, чтобы я его слушался и подчинялся. А у вас нет хозяевов, вы же свободные трейдеры, делаете, что хотите. Вот мой хозяин сказал одну феноменальную фразу, которую я очень уважаю. Запомните одну вещь? Это как деньги. Деньги нужно уважать. Деньги не нужно любить, их нужно уважать. Если вы будете уважать деньги, значит они у вас будут. Любить деньги – это мало, а вот уважать деньги нужно обязательно. Так вот он сказал феноменальную фразу. Александр, я не могу контролировать твои прибыли, потому что они твои, но я сто процентов буду контролировать твою быту. И вы знаете, даже когда у меня в фирме лежала круглая сумма денег, мой хозяин все равно контролировал меня с риск-лендж. То есть с первого дня я научился работать по правилам. Если здесь есть молодые или есть какие-то новички, просто вот интересно. Мой совет один – поставьте для начала себе риск-менеджмент. Переломите эту ломку, потому что ломка у вас будет. Например, три убыточные сделки, там потеряли за день больше, чем надо и все остальное. Если у человека риск-менеджмент в голове, то тараканам никакой риск-менеджмент не поможет. Не совсем корректно. Не совсем. Тараканы у всех. Просто есть люди, которые могут подружиться со своими тараканами. Например, такие, как я. А другие не могут подружиться со своими тараканами. Давайте теперь поговорим, что нужно, чтобы стать трейдером. На мой взгляд, нужны основные вещи. Это обязательный money-менеджмент. Это обязательно риск-менеджмент. Это обязательно алгоритм и обязательно статистика. В первую очередь. Money-менеджмент и риск-менеджмент – это основные правила, чтобы защитить стартовый капитал или просто элементарно защитить свой депозит. Давайте поговорим о money-менеджмент и о риск-менеджмент. Потому что многие из вас знают, что это такое, но не знают, как это применять. Money-менеджмент – это управление капиталом, а риск-менеджмент – это управление рисками. Давайте поговорим, почему эти две вещи абсолютно на раз. Что такое money management? Money management – это управление капиталом. Например, вот у вас вы за одну неделю заработали деньги. Это распределение капитала. Вы за одну неделю заработали деньги. На следующую неделю вам нужно перераспределять капитал. Смотрите, есть основная проблема, которая по сути дела преследует большое количество трейдеров. Если у вас очень много сделок, риски можно поднимать понедельно. Если у вас мало сделок, риски нужно поднимать раз в месяц. Давайте определимся, что такое много или мало. Если у вас 15-20 сделок в неделю, это достаточно много, это 3 сделки в день, вы можете поднимать риски понедельно. Не риски, а просто капитал увеличивать. Если вы торгуете 5-7 сделок всего в неделю, риски вы обязаны поднимать не чаще, чем 1 раз в месяц. Объясню почему. Потому что если вы будете очень быстро расти, очень быстро расти, то когда вы дойдете, например, до 2-го и 3-го уровня, если у вас будет какая-то потеря, то по сути дела вы можете очень сильно и быстро потерять и потом очень тяжело восстанавливаться. Вы знаете, что самое страшное, когда человек сбивает с ног, нужно обязательно уметь подняться. Это, конечно, красивые такие фразы, но вы знаете одну вещь. Если вы похоронитесь, себя вытащить как Берн Мюнхгаузен очень тяжело. Поэтому запомните одну вещь. Феноменальная фраза, которую по сути дела придумал я. У трейдера всегда должно быть завтра. У меня как у трейдера всегда есть завтра. Я не потеряю никогда за один день такую сумму, чтобы у меня завтра не было. И не важно много у тебя денег или нет. Каждый из вас должен выйти на определенный уровень, на свой комфортный уровень. Для того, чтобы была вот эта цифра, для того, чтобы была эта цифра, с которой вы можете совладать. Как не нарушать дисциплину? Самый простой вариант, самый простой вариант не нарушения дисциплины, это поставить себе риск менеджер. Просто поставить риск менеджер. Вот молодой человек написал Владимир Михайлович, если есть за плечами ответственность, совершать поступки и глупости намного сложнее. Я вам скажу одну очень интересную историю. Она есть в моем видео «Реалии биржи». Это как раз на семинаре было. Человек сидел с винтовкой и чуть не застрелился. Это были последние деньги семьи. Он в прямом смысле слова все просрал. Поэтому, когда люди начинают рассказывать мне про ответственность или еще что-то, когда человек оклинит и он останавливается и становится один на один с компьютером, очень тяжело устоять. Очень тяжело. Поэтому, я вам еще раз говорю, только риск менеджмент вас спасет, в прямом смысле слова. Что бы вы ни делали, человек, человек очень слабый, человек очень слабый. И вы должны понимать одну вещь, что со своими эмоциями, со своими эмоциями очень и очень тяжело, справиться. Теперь давайте поговорим, будем говорить так, о цифрах. Давайте возьмем элементарность, для начала выбора размера позиции. Вы должны понимать одну вещь, что, если вы хотите, если вы хотите разогнать депозит, то вам придется, по-простому, естественно, нарушать определенный момент. То есть, вы будете работать с полным депозитом. Например, у вас есть десять тысяч долларов, вы торгуете один лот, вы берете десятое плечо. Вы торгуете десять лотов, вы берете сотое плечо. То есть, вы должны понимать одну вещь, что если инструмент пойдет против вас на один процент, и у вас есть сотое плечо, вы минус сто процентов, вы потеряете полностью депозит. Поэтому, когда вы берете размер позиции и рассматриваете позицию, запомните одну вещь. Позицию, то есть лотность, нужно всегда рассматривать от риска. У вас должны быть постоянные и переменные значения. Давайте, сейчас я попробую вам нарисовать. Итак, смотрите, давайте я вам просто покажу. Значит, у вас должны быть, вот давайте скажем так, это ваше уравнение, так? У вас вот это значение, это постоянное, и два значения переменные у вас. Теперь смотрите внимательно, здесь естественно умножение. Итак, смотрите, что это за переменная? Это обыкновенная формула, но это формула успеха. Это то, от чего все страдают. Вопрос, что должно быть? Спасибо, я херово рисую, блять, вот точно. Я точно, знаете, как это в маленьком принципе, когда он сказал, и вот художник из меня не вышло, когда мне было шесть лет, родители убили у меня все желание быть художником. Вот вопрос один. Вопрос. Вот здесь вот. Это постоянное. Что должно здесь быть? Вот давайте с вами, чтобы у нас был с вами диалог. Что должно быть? У меня есть графический планшет огромный, в другой комнате огромный, 55 дюймов, на котором можно рисовать. Но там стоять надо, я не хочу стоять. И так красиво получается. Итак, еще раз вопрос. Вот что должно здесь стоять? Умница! Вот Андрей Ладонин конкретно ответил и Томми Анджело. Риск на сделку. Риск должен быть постоянным. Вот это самое главное. То есть, что у нас есть? Например, мы берем риск на сделку 100 долларов. Так? Это цифра, которая должна быть постоянно. Эта цифра может быть просто цифра или эта цифра может быть процент от депозита. Абсолютно верно. Молодцы! Либо риск на сделку, то есть, либо процент от депозита. Например, если вы торгуете там 5000 долларов, да? 5000 долларов. То 2 процента, вот это нолик еще, да? То 2 процента, 2 процента, да? Это абсолютно нормально. То есть, 100 долларов, к примеру, риск на сделку прийти 5000 риск. Дальше. У вас есть еще одна цифра, которая будет плавающая. Вот это первая цифра. Это что? Это стоп. То есть, стоп именно в пунктах, да? Вот это стоп. И, естественно, здесь у вас лотность, да? То есть, как вы получаете лотность? Вы 100 долларов делите на размер стопа. И у вас получается лот. Вот это формула, которой вы не имеете права пренебрюдить. Кстати, очень красиво получилось. То есть, что у нас получается? Например, если у вас стоп больше, то у вас лотность меньше. Если у вас стоп меньше, то у вас лотность больше. Но риск на сделку должен быть всегда постоянен. Риск на сделку можно поднимать только тогда, когда, например, у вас была очень хорошая неделя или очень хороший месяц, и вы поднимаете риск на сделку. Но риск на сделку нельзя поднять в два или в три раза сразу. Иначе, если будет плохая неделя, вы просто вот так вот улетите очень сильно вниз. Надо поднимать очень и очень плавно. Это был период, где я, как сейчас вспомню, на 400 акций, 400 акций. Я сидел три месяца, потому что мне было некомфортно переходить на больший объем. Вот просто некомфортно. Вот я не чувствовал себя комфортно для того, чтобы перейти на больший объем. Поэтому я 400 акций торговал, по-моему, то ли два, то ли три месяца. Ну точно больше двух, это однозначно. Потому что я просто элементарно не был готов. Так, идем дальше. Значит, уменьшать объем абсолютно в такой же пропорции, как вы и понижали. Вот давайте, вернее, повышали. Сейчас я вам покажу. Опять я знаю, что вы очень любите слайды. Сейчас я вам покажу. Я сам люблю наглядные примеры. Так, я вижу, что картиночка видна, да? Итак, смотрите внимательно то, о чем я хотел сказать. Представьте себе внимательно. Вы начинаете 0,1 лот. У вас хорошая неделя, вы подняли до 0,2. У вас следующая хорошая неделя, вы подняли до 0,3. Самое тяжелое поднятие – это вот эти. Видите? Почему? Здесь 100%, а здесь 50%. После того, как вы пройдете эти два шага, дальше будет гораздо легче. Но это самые тяжелые шаги. Почему? Здесь, видите, на 50% вы поднимаете, а здесь вы поднимаете на 100%. Вот это самое тяжелое. Это увеличение объема первые два шага. Дальше уже гораздо легче. 4, то есть с 3 до 4 у вас получается 30%. Ну и это с 4 до 5 самое простое – 25% увеличение. 25% увеличение считается абсолютно адекватным. Вот дальше с 4 вы можете идти. 5, с 5 вы можете, например, идти там 7, да? С 7 можете 9, да? Приблизительно. Но вы должны стараться подъемы делать там не больше, чем 20-25%. Потому что если вы будете поднимать на 50%. Дальше. Когда вы начинаете терять, вы абсолютно также перемещаетесь только в обратную сторону. Абсолютно также. То есть вы идете и теряете то же, что вы заработали. Но представьте себе, какая может быть проблема. Вот здесь очень большая проблема может быть. И что в таких случаях нужно делать? Представьте себе, вот вы здесь заработали 30 долларов образно, а здесь потеряли 70. То есть неделя вроде плюсовая, но заработок очень маленький. Вы сюда спускаетесь, но сюда пока спускаться не надо. То есть вы не можете из-за того, что у вас было убыточное, неделю спускаться на 2 шага назад. Это чересчур. Вы должны постараться удержаться на одном каком-то уровне. Вот это основная проблема, которую опять делают много людей. Они либо очень сильно поднимаются, либо очень резко, когда падают, они очень сильно начинают бояться. Дальше. Соотношение риск-прибыль старайтесь брать не менее трех к одному. Начинайте торговать, старайтесь выдерживать, одерживать соотношение риск-прибыль минимум три к одному. Минимум к одному. Поэтому, как я уже сказал, у нас есть так называемый риск-менеджер, который находится на нашем сервисе. Вот просто возьмите и месяц, переломите свою ломку, посидите на риск-менеджер.